Не аннулировали работу и радуетесь, правильно? Поддержка Гущина, Ларина, Иванова, это серьезно. Единственная проблема, что меня не пустили в суд с ножом. У меня в сумочке был небольшой нож. Друзья, всем привет, с вами Филин. Когда в нашу систему образования внедряли ЕГЭ, очень много шло разговоров о справедливости. На практике получилось, ну да, не так красиво, как на словах. Сегодня мы поговорим о несправедливости на ЕГЭ. В первую очередь о том, что делать, если вам несправедливо оценили вашу работу. Зачастую апелляция, которая призвана расставить все точки над И, просто не выполняет свою функцию. Эксперты упираются и, как будто даже понимая, что у вас нет ошибок, все равно не хотят повышать вам балл. То ли им невыгодно признавать, что при проверке были допущены ошибки, то ли какие-то еще причины, непонятно. Вопрос в другом. Вопрос, что делать, если ты попал в такую ситуацию. После ЕГЭ мне многие писали, просили совета, что делать, если работу оценили неверно, а апелляция не спасла. Ребята-отличники, которые рассчитывали только на сотку и не баллом ниже, они оказались в пролете. Я уверен, что и вы сталкивались тоже с несправедливой оценкой работ. Напишите об этом в комментарии, пожалуйста. Сегодня я расскажу вам о прогрессе в нашей истории с судом. Вы помните, что моему напарнику по видеокурсам Егору сняли балл на досроки по физике, при этом приплели какой-то совершенно неподходящий, по нашему мнению, критерий. Соответственно, значит, варианта два. Первый вариант, значит, за эту задачу было поставить ноль баллов. Задача решена правильно и не спорят. Мы решили бороться до конца, в первую очередь, чтобы показать вам механизмы обжалования вот таких несправедливых решений. Сегодня мы подробно рассмотрим кейс Олега Митрофанова, известного репетитора из Смоленска, я уже рассказывал о его истории, которому несправедливо занизили балл за задачу с параметром в ЕГЭ по математике. Ему удалось оспорить решение конфликтной комиссии. Ему удалось повысить свой балл с одного до максимального. Но когда вы будете слушать, держите в голове, сколько кругов ада пришлось пройти человеку, профессионалу, не школьнику, чтобы добиться своих справедливых заслуженных баллов. Примерно эта нервотрепка заняла два с половиной месяца. И вот, наконец, сегодня... По дороге к тебе я с телефона зашел в личный кабинет еще раз проверить. Я каждый день захожу туда, проверяю. И вот сегодня, наконец-то, изменения произошли. То есть, финал, можно сказать. А знаете, что нас, меня, Егора, Олега, взрослых мужиков, которые давно уже закончили институт, больше всего мотивируют продолжать борьбу за эти несчастные баллы ЕГЭ? А мотивирует нас то, что среди вас находятся те, кому эта информация важна. Находятся те, кто впитывает это и применяет на практике. Мне на днях написал выпускник, которому сняли балл за задачу по физике. Он использовал формулу для работы в изобарном процессе, выраженную через температуры. Этой формулы нет в кодификаторе. Кодификатор — это специальный такой список формул для физики, которыми можно пользоваться. Если ты знаешь чуть больше и решишь задачу с помощью формулы, которая не входит в этот кодификатор, тебе задачу не засчитают. На апелляции в чате ему сказали, что этой формулы в кодификаторе нету, и следовало пользоваться формулой для работы через давление и изменение объема. Эта формула более известная. И вы знаете, в чем прикол? Вот этой якобы стандартной формулы, которую так хотел видеть эксперт, ее тоже нет в кодификаторе. Есть похожая формула для элементарной работы, но это несколько другое. И вот где здесь справедливость? Так вот, человек не стал размазывать сопли по рукавам, а собрался, написал обращение в Рособрандзор с просьбой перепроверить работу на специальной комиссии. Так делали и мы с Егором, так делал и Олег Митрофанов. Балл, к сожалению, не подняли, но человек применил наш опыт в своей ситуации, он получил дополнительный шанс, который, в принципе, мог бы и сработать. Это означает, что все эти видосики не зря. Огромное спасибо. Насчет вот этой московской апелляции в чате у меня отдельно подгорает жопа. Вот вы посмотрите, сколько времени человек набирает сообщение. Хочется сказать ему, ну хватит, задолбал уже набирать вот это все по 5 минут, кинь голосовое сообщение, не знаю. Но нет, это не предусмотрено системой. А при этом за те же самые отведенные 20 минут на очной апелляции можно гораздо более продуктивно обсудить работу. Ну и где тут справедливость, о которой нам говорят организаторы ЕГЭ? Итак, история с нашим судом. Как вы знаете, Егору не подняли балл, как мы считаем, несправедливо. И мы решили идти до конца. Огромное спасибо вам за вашу поддержку. Большинство считает, что мы суд таки выиграем. Это очень классно. И огромное спасибо за поддержку донатами. Мы написали два обращения. В Министерство образования и в Рособорнадзор с просьбой перепроверить работу. Министерство образования примерно через месяц прислало нам отказ, как мы и предполагали. У меня в руках письмо из Министерства образования Московской области. И сегодня мы проведем его распаковку. Достаем. Итак, что? Что же они нам написали? Итак, они пишут о том. Далее они говорят, что мы... И сказано, что так как все было проведено в соответствии с нормативными документами, мы не можем вам изменить, поднять баллы. А Рособорнадзор нам вообще не ответил. То есть все сроки вышли, а письма нет и нет. Ну действительно, нафига отвечать каким-то лохам, которые борются за повышение своих баллов? Не аннулировали работу и радуйтесь. Правильно? Наш юрист, который нас сопровождает, Денис Костин, тоже считает, что это абсолютно незаконно. Рособорнадзор был обязан ответить в установленные сроки на наше обращение. Кстати, подписывайтесь обязательно в инстаграме на Дениса, если хотите дозировано получать супер полезную информацию о ваших правах в этом жестоком мире. Но отказа от Министерства образования нам было достаточно, и в понедельник Егор подал иск в суд. Мы уже у здания суда, готовы подать кучу бумаг, относящихся к нашему делу. Это и исковое заявление, и мое обращение в Министерство образования, их отказ и так далее. Как видите, мы ваши донаты не спустили в игровые автоматы, а используем по назначению. Так, вот, собственно, у нас прием исковых заявлений. Ну вот и все. Пять минут перед окошечком, и заявление подано. Нам поставили печать о приеме. Как хорошо, когда все документы подготовлены к грамотным юристам, и вообще никаких проблем. Денис молодец. Единственная проблема, что меня не пустили в суд с ножом. У меня в сумочке был небольшой нож. Ой, я думал, меня сейчас шли забирать. Ну, в общем, добровольно пришлось сдать охраннику нож, и тогда все прошел, подал заявление. Где-то в начале августа будет первое заседание. К этому сроку мы должны найти людей, которые смогут провести независимую оценку нашей работы. И вот тут нужна ваша помощь. Если среди ваших знакомых есть кандидаты физмат-наук, или доктора наук, или другие уважаемые физики, которые проживают в Москве, и могут уделить некоторое время на независимую оценку вот этой нашей работы, пожалуйста, напишите нам, вы этим очень нам поможете. Ну и нам придется немножко раскошелиться на эту независимую экспертизу. Это, наверное, последняя трата, которая будет в этом процессе. Так что тем, кто поддержит донатами, отдельное спасибо. Если вы не знакомы сутью вопроса, ссылочки на прошлый ролик есть в описании. Там есть и сканы работы, и аудиозаписи нашей, собственно, апелляции. И вот сейчас, внимание, апелляция была 19 апреля. Сейчас конец июля. Совсем скоро вузы перестанут уже принимать документы. И как вы думаете, если бы на нашем месте был обычный выпускник, был бы смысл у него вообще искать справедливости в суде? Но не барахтаться. Сложить лапки и смириться с тем, что тебе незаконно сняли балл, тоже не выход. Олег Митрофанов барахтался. Еще как барахтался. И добился повышения баллов еще до суда. Начал Олег с того же, с чего и мы. Написал обращение в Министерство образования и в Рособорнадзор. И не только. 19 апреля я пишу жалобы во все инстанции, куда только можно. В Рособорнадзор, в Министерство просвещения, в ФИПИ и в местный департамент образования. В тот же день мне ответ в ФИПИ приходит, что они такими вещами не занимаются и отправляют в Рособорнадзор. 23 апреля Рособорнадзор сам отвечает тоже, что он моим делом заниматься не будет, а передает дело в департамент образования Смоленской области. И в тот же день Министерство просвещения тоже отвечает, что оно пересылает в Рособорнадзор. То есть тут такая чехарда небольшая происходит, но интересно. Но если мы действуем согласно формальному порядку, написали обращение, ждем ответа, подаем в суд, то Олег поступил немножко по-другому. Он постарался максимально распространить информацию о своем случае. То есть он писал о своей истории всем, всем, кому только можно. И похоже это сыграло какую-то роль. Конечно, все это время происходит активное обсуждение на репетиторском форуме, с коллегами обсуждаем. Я, запасаясь отзывами, стучался к кому только можно, просил, дайте мне рецензии, отзывы. То есть и люди прислали, и довольно серьезные люди. Наверное, самая убойная рецензия, это если кто-то знаком, есть такой у нас профессор Иванов Александр Владимирович, группа ВКонтакте у него тоже за возрождение образования. Вот он мне прислал отзыв, где оценивает, ну по полочкам раскладывает, почему работа верная, со стороны именно эксперта ЕГЭ, потому что он экспертом является там около 15 лет. Поддержка Гущина, Ларина, Иванова, это серьезно. И вот объясните мне, пожалуйста, как в такой ситуации должен все вот это провернуть вчерашний школьник? Без связей, без знакомств, без поддержки, без багажа знаний. Мне кажется, этот вопрос останется открытым. 15 мая Россо Барназор присылает ответ все-таки, что они комиссию создали по перепроверке. То есть в Москве перепроверили работу, оценили ее как правильную, сказали, что надо поставить 4 балла вместо этого одного. И в тот же самый день ответ пишет департамент образования Смоленской области о том, что никаких процедур перепроверок не предусмотрено. То есть очень удивительно, что это произошло одновременно. Соответственно, у меня немножко такой возник когнитивный диссонанс. То есть я не понял, кому же верить мне. С одной стороны, Смоленский департамент окончательно там что-то утверждает. С другой стороны, Россо Барназор это главный орган в стране, который контролирует все нарушения и все подобные вещи. Соответственно, я записался на прием к начальнику департамента, чтобы разъяснить ситуацию, то есть что же с этими баллами-то все-таки пришел на прием. В устной беседе мне было сказано примерно следующее, что они действительно получили от Россо Барназора эту рекомендацию повысить баллы, но создали свою комиссию. То есть окончательное решение все равно региональная комиссия принимает. Долго совещались и решили все оставить по-прежнему. Друзья, когда смотрите, держите в голове. Человек отстаивает абсолютно верное решение задачи. Это подтвердило множество уважаемых математиков и в конце концов это признал Россо Барназор. Он повысил балл за эту задачу до максимального. И вот, соответственно, 29 мая у нас главный момент в истории. Дмитрий Дмитриевич Гущин публикует историю мою у себя на страничке ВКонтакте. Соответственно, она становится известна не только в репетиторском кругу, на репетиторском форуме, а просто в социальной сети. Через неделю, 5 июня, я получаю письмо от Смоленского департамента, уже новое, что они все согласны с решением Рособорнадзора, они утверждают. И остается только мне подождать, пока там что-то внесут, формальности какие-то, и обновиться все в личном кабинете. Три месяца моя история делась. Конечно, столько времени у выпускника нет. Но, если бы все прошло идеально, все-таки посчитаем, если бы все идеально прошло, опять же, на датах остановимся, 16 апреля апелляция, с которой я не согласен, подаю жалобу, и 15 мая, через месяц после апелляции, Рособорнадзор, сделав перепроверку, говорит, что баллы надо повысить. То есть, если бы в течение двух-трех дней, недели, департамент бы на это просто послушно отреагировал, то, получается, вся история занимает полтора месяца, примерно, с момента проведения экзамена. То есть, экзамен все выпускники пишут, в этом году, 29 мая писали. То есть, соответственно, полтора месяца отсчитываем, это середина июля. Так? Да, то есть, как раз ограничено. И, соответственно, подать документы в ВУЗ, мы все успеваем. То есть, даже пройдя вот эту нервотрепку. Олег на основе своей истории сделал очень важную вещь. Он прописал алгоритм. Что вы должны делать, если вам несправедливо сняли балл ЕГЭ, и на апелляции его не удалось отстоять? В первую очередь, конечно, нужно обращаться во все инстанции. То есть, только без лишних эмоций не надо кричать, что где мои баллы, вы там все нехорошие такие. То есть, вежливо, культурно, аргументированно. Посылать письма в Рособорнадзор, в министерство, в свой департамент. Я думаю, что надо писать просто всем. И можно даже в администрацию президента написать. Правда, там мало, наверное, внимания таким моментам уделяется, но лишним не будет. И ждем ответов. Ждем ответов. То есть, еще мне юрист объяснил, что самое главное, это ответы получить от них. Потому что, когда ты идешь сразу в суд, тебе суд задаст вопрос. А почему ты не пожаловался в Рособорнадзор или в департамент? То есть, почему ты туда не обратился, а сразу в суд идешь судиться, там что-то отстаивать? А когда ты приходишь с отказом, говоришь, а я обращался, но они мне отказали, и я считаю, что мои права все-таки нарушены. То есть, я к ним обращался, но получил от них отказ, поэтому я уже в суд и обращаюсь. Мне кажется, стоит посоветовать сначала обратиться к нескольким профессионалам. Нет, это само собой. То есть, для того, чтобы идти жаловаться куда-то, надо быть абсолютно уверенным в том, что ты прав. То есть, конечно, если ребенок и сам, как бы гений математики, или физики, или русского, не знаю, там по разным предметам. Мнение одного репетитора или учителя тоже не факт, что они правы. Возможно, ребенок сам, например, взял и сослался на какие-то источники, какие-то учебники, какие-то справочники, где написано совершенно аналогичное, например, задача разобрана, или я не знаю, что там бывает в истории, в обществознании, но какие-то ведь есть учебники, правильно, по любому предмету, в которых написано, что вот надо делать так-то. И он говорит, я сделал вот так-то, как я прочитал в учебнике, как мне научили в школе, а вы мне говорите, что я не прав. Я считаю, что я прав, потому что вот в учебнике таком-то написано то-то и то-то. Конечно, надо желательно обратиться за помощью к профессионалу, то есть, какому-нибудь вузовскому преподавателю, там, к школьному учителю, к репетитору. Не знаю, желательно к нескольким, конечно. Желательно к нескольким, то есть, чтобы получить, скажем так, взвешенную такую какую-то оценку. Потому что один преподаватель может одно сказать, другое другое, то есть, мнения могут сильно разделяться. А вот ты сразу был уверен, что твою задачу оценили неверно? Я вообще человек такой всегда сомневающийся, то есть, я никогда не бываю уверен в чем-то прям на 100%. То есть, я могу кричать об этом, но внутренне какое-то все равно есть там сомнение, а вдруг на самом деле просто я такой дурак, чего-то не понимаю. Вообще, когда получил саму работу, то есть, прочитал задачу, просмотрел свое решение 10 раз. Ну, такое, иногда бывает, глаз замылен, то есть, смотришь на то, что ты написал и не видишь ошибки. Так бывает и так бывает со всеми, не только со школьниками. Я сначала отправил задачу с решением некоторым коллегам. Просто посмотрите, что тут не так, может, я чего-то не вижу. Мне говорят, нет, все так, все прекрасно, все здорово, должен быть полный балл. Выложил на форуме. Все говорят, ну, все нормально, да. И вот, когда я написал уже и Ларину, и Гущину, и мне они тоже ответили, что все здесь нормально, тогда уже как бы уверенность пришла. И напоследок, давайте несколько советов для тех, кому придется столкнуться с апелляцией. Вот по самой процедуре апелляции, когда мы туда пришли, будем надеяться, что на следующий год не распространят вот этот электронный чат, который в Москве на все регионы, мы пойдем на апелляцию. Вот какие есть рекомендации по самой процедуре апелляции? Ну, запастись, запастись, естественно, наверное, так, выдержкой, потому что эмоции, эмоции переполняют. Вот даже меня, когда я вроде бы взрослый человек, у которого эти баллы, они ни на что не влияют, даже я волновался. То есть, когда ты сидишь один перед комиссией, и там пять человек, и вроде бы как они все против тебя, потому что, как мне объясняли эксперты на самой апелляции, что апелляция проводится не для того, чтобы вы там что-то нам объясняли, а для того, чтобы мы вам сказали, почему мы вам снизили баллы. Правда, они, в общем-то, так на критерии в моем случае не ссылались, ни на какие, то есть за что снизили. Но такая фраза прозвучала, что вы идете на апелляцию, чтобы узнать, почему мы решили вам снизить, а не для того, чтобы что-то там отстаивать. На мой взгляд, это совершенно нелепо. Апелляция, она для того, по-моему, всегда предназначена, чтобы ты шел и аргументировал, то есть, почему ты прав, от тебя должны выслушать. Конечно, желательно, все-таки в случае выпускника, это идти не одному. Одному психологически очень тяжело. Как мы знаем из твоего рассказа в предыдущих роликах, что сейчас можно идти с кем угодно, с репетитором, с учителем. Но в крайнем случае, если совсем мы не нашли ни репетитора, то есть, никто не согласился, хотя, наверное, все-таки люди, будем уверен в отзывчивость, что они согласятся и пойдут с тобой на апелляцию, но хотя бы с родителем. То есть, с родителем, по-моему, железобетонно ты имеешь право без всяких доверенностей просто идти, чтобы был взрослый человек, морально тебя поддерживающий. А диктофон? Нужен он и можно ли? Вот этот вопрос интересный, потому что я-то записывал, и вы записывали в своей истории. Я честно признаюсь, для чего я записывал? Я вообще не хотел эту историю вот до такого доводить, что мы вот с тобой сейчас сидим, общаемся. Я делал запись просто для себя, чтобы на будущее, возможно, иметь в виду какие моменты, что там эксперты говорят, чтобы дать потом рекомендацию своим ученикам в случае апелляции, то есть, что вам могут сказать и как на это отвечать. То есть, я не собирался куда-то идти изначально жаловаться, добиваться каких-то вот этих изменений. То есть, изначально плана такого не было. Запись – дело для себя. Значит, вопрос в том, что, а можно ли? Я не знаю, прямого запрета нету. И это во-первых. А во-вторых, насколько мне объясняли, сама апелляция, она тоже проводится под видеокамерой, и они записывают. То есть, они должны вообще вести эту запись. Но если и так ведется запись, и это не какая-то встреча на бытовом уровне, а это, ну, ты, в общем-то, идешь к эксперту как к чиновнику. Ну, по сути. Смысл есть в этой записи для ребенка, вот, например? В любом случае, наверное, для того, чтобы просто потом на себя со стороны посмотреть и приобрести какой-то опыт, наверное, все равно есть. Даже если он не собирается ее как будто использовать и показывать. Я думаю, что есть смысл. Когда я читал наш секретный репетиторский форум, там есть такой известный математик Вуль, вот, и он высказал следующую позицию. На апелляции эксперты осознанно могут не повышать балл. То есть, понимая, что они ошиблись, им то ли выгодно, да? Да, Владислав Аркадьевич писал об этом. Я считаю, что в этом, как минимум, доля правды точно есть. Это точно. Потому что, например, в моем случае эксперты на что обращали внимание? Те, кому интересно, они, конечно, посмотрят и задачу, и аудиозапись послушают. Упор шел какой? Что я ввел какую-то функцию абстрактную, да? И мое утверждение, которое я сделал в начале решения, оно неверно для функции общего вида, в то время как функция задана в условии. То есть, я думаю, что вот этот момент, это было осознанно со стороны экспертов, потому что условия мне не предоставили. То есть, сканы на апелляции дали, а условия задачи, то есть, сами кимы, мне не показали. И я, наверное, полагаю, что это сделано именно для этого. То есть, для того, чтобы бить на этот момент. Потому что с момента экзамена прошло уже две недели. Естественно, я уже не очень помнил, как дословно звучало условие, была там функция или не была. То есть, я внутренне сомневался, что, может быть, действительно я это ввел. Другое дело, что утверждение все равно верно для любой функции. Это мне Ларин сразу так и ответил в письме. Я говорю, ну, даже если так, условие утверждения, оно верно для любой функции. Поэтому все равно, даже учитывая это, претензии экспертов не обоснованы. Но вот их основная аргументация была, что для любой функции это не выполняется. И, соответственно, нарушается вся логика повествования, все задания как бы в пух и прах разбиваются. Я говорю, ну, я-то функцию имел в виду, которая вот эта в условии написана, а вы об этом не сказали. И только когда я вышел, я как бы вспомнил, что функция все-таки была введена. И я вообще не обязан был об этом говорить, потому что она в условии введена. То есть, в данном случае они осознанно, я думаю, это сделают. То есть, что они осознанно хотели попасть? Я считаю, что это сделано было специально. Заранее были заготовлены уже протоколы все заполненные, что мы отклоним, не будем ничего выслушивать. Я же пообщался тоже с некоторыми экспертами, то есть, не только с выпускниками, когда история стала знаменитой, там и в личных чатах общался с некоторыми экспертами. И кто что говорил? То есть, одни эксперты говорили, что это для них лишняя головная боль, то есть, надо исправлять протоколы, надо писать какую-то объяснительную записку в Москву, почему они сначала в первый раз плохо проверили, не доглядели. И, конечно, желание, чисто по-человечески, наверное, понять можно, у эксперта нет желания писать какие-то лишние объяснительные записки. Тем более, если он как бы так предполагает, что человек уйдет и успокоится. А другие эксперты мне говорили, что да ничего такого нету, ну да, все люди ошибаются, никаких суперсанкций за то, что эксперт ошибся, как бы нету. Поэтому, пока я сам не стану экспертом, я не могу точно знать позицию эксперта по этому вопросу. То есть, есть там какие-то санкции, штрафы и занесение выговора в личное дело за такие вещи или нет, ну, я не знаю. Была фраза, что дали только сканы. А вот по итогу имели право на это, так сказать, эксперты? Или эксперты на апелляции все-таки обязаны предоставлять критерии или условия, или то, и то? Значит, по, опять, тому, что я слышал от других экспертов, они не обязаны сразу тебе это предоставить, то есть кимы, но ты можешь прямо на апелляции запросить, то есть потребовать что. Я, как бы, хочу видеть условия задачи, потому что без него я, как бы, сомневаюсь в каких-то моментах, то есть я имею право это видеть, и они должны предоставить. А критерии обязаны показывать? Критерии, опять же, со слов экспертов, которые сами в этих комиссиях сидят, критерии, они обязаны показать, согласно какому пункту, какого критерия тебе занижена оценка. Вот у меня было просто объяснение на моей апелляции, эксперты объясняли немножко по-другому, что решение не такое, как в критерии, критерия на ваше решение нету, что странно, потому что решение абсолютно шаблонное. Задача, то есть те, кто решает задачи с параметрами, они увидят мою задачу, мое решение, они поймут, что там, собственно, это первое, что напрашивается сделать. Мне кажется, что надо все-таки быть на стороне ученика. Если вы, товарищ эксперт, не можете сказать, согласно какому критерию, по какому пункту, какого критерия вы снизили оценку, значит, вы не правы. Начнет снижать. Вы, по крайней мере, должны меня выслышать. Вот в итоге, на ком ответственность? Кто все-таки, на твой взгляд, был виноват в этой цепочке, что задача не была переоценена оперативно? Я могу только предполагать, я не хочу сейчас кого-то прямо обвинять, хотя, конечно, внутренне, может быть, есть желание такое, но мне кажется, это накопившаяся ошибка. Мне кажется, это просто как снежный ком наросло, то есть какой-то эксперт сначала выставил неверно, может быть, невнимательно проверил, его кто-то поддержал, может быть, там есть какие-нибудь у них там внутренние моменты, что вот, например, от этого там зависело, может, это был какой-нибудь начинающий эксперт, я не знаю. Принято было решение отстаивать его позицию, защищать до конца, а потом просто они не смогли остановиться. Мне кажется, это просто накопилось, потому что предполагать, что есть какой-то главный злодей, который хотел просто все понижать, но это тоже глупо как-то. Какой основной вывод из всей этой истории, в рамках одного приложения сформулировать? Какая-то мысль, наверное. Наверное, вывод такой, надо бороться до конца. Как-то так, друзья, боритесь, добивайтесь справедливости на ЕГЭ, но не надейтесь на нее, потому что ЕГЭ это огромная машина, а вы в ней песчинка. И никого, кроме вас, не волнует, верно вы решили задачу или нет. Удачи всем на экзаменах, с вами был Филин. Лайк поставьте, пожалуйста.